Приветствую вас с вами. Я буду с вами откровенен. Все вопросы, которые вы задаете, они являются хорошими запросами для психотерапии. Без психотерапии, используя какой-либо универсальный ответ, рецепт, вам никакой ощутимой помощи получить будет невозможно, потому что у вас достаточно серьезная ситуация, достаточно серьезный запрос, достаточно серьезная история и прочее. Первое, что я хочу вам сказать, это то, что общение и взаимодействие между людьми выстраивается по определенным схемам, по определенной системе. И эти системы, эти схемы, факторы, давайте будем называть их так, факторы, они разные, они находятся в разных плоскостях. Например, один фактор, это то, как вы воспринимаете себя, да, вот. Второй фактор, например, это ваши навыки общения, то, как вы общаетесь с людьми вообще. Третий навык, это, третий фактор, это ожидание ваших людей, да. Вот, четвертый фактор, это, например, ваше поведение, как женщины, вот и так далее. Фактор, факторов множество. Вот, эти факторы образуют, собственно, то, из чего выстраивается общение с людьми. Важно понимать, что если вы не принимаете с одной стороны себя, как должное, с наличием определенных критериев, да, то есть, к примеру, допустим, ну, к примеру, эгоизм. Вот, есть эгоизм. В эгоизме нет ничего плохого до тех пор, пока человек не наносит себе вред эгоизмом своим. То есть, плохо здесь равно вредно. Но что такое вред, да? Что такое вред? Вред это то, что достаточно ощутимо влияет на человека негативно, да? Вот. Есть существенный вред, такой ощутимый. А есть вред вот по типу такого, который вы, например, описываете, когда заходит ваш в игрок и начинает вам что-то говорить. При том, что вы знаете, что она прямая, что для нее личные границы отсутствуют, и вы реагируете на ее вот такие действия, да, вы реагируете на такие ее высказывания. Ну, крайне эмоциональные. То есть, с одной стороны, получается, что вас это задевает, с другой стороны, получается, что вы не ожидаете от свекрови такого поведения по отношению к себе. И, с третьей стороны, вы отказываетесь признать тот факт, что свекровь ваша вот она такая. И что вы взяли на себя ответственность быть с ней тогда, когда согласились жить в ее доме. Что, по большому счету, вот этот круг, этот набор, эти три вещи не изменятся, даже если у вас будет свой дом. Вот. Это вот такая история. Понимаете? Личные границы, которых нет у вас сейчас в крови, да? Есть у вас. Но какие это личные границы? У вас тоже нет личных границ? Просто у вас со свекровью по-разному их нет. У вас, например, нет личных границ, в том плане, что вам, для вас болезненно, когда их нарушают, но их у вас нет, но их нарушают. А свекрови их нет, потому что их безболезненно. Но суть в том, что у вас и у нее нет личных границ. Что такое личные границы? Личные границы это психические и физические ограничения. Ограничения про физические. Про физические и личные границы я говорить не буду, это то, что касается дистанции, это то, что касается ограничения, физического ограничения у других людей. Здесь, я полагаю, все более-менее понятно, здесь все более-менее просто. А вот психологические и личные границы это достаточно интересная история. Я приведу простой пример, основываясь на вашей ситуации. На вашей ситуации. Дело в том, что бороться с тем, с кем человек по факту является бесполезным. То есть бесполезно требовать от собаки, чтобы она не лазала. Бесполезно требовать от свиньи, чтобы она не хрюкала. Бесполезно требовать от кошки, чтобы она не мяукала. Бесполезно требовать от дождя, чтобы он не шел. Бесполезно требовать от вашей свекрови, чтобы она не была той, кем она является. И не вела себя так, как она себя ведет. потому что для нее нет ничего такого в том, чтобы вам это сказать. Она живет в своей психологической реальности, и она же, эта психологическая реальность, ее ограничивает. Вы живете в другой психологической реальности, и вы же ограничиваете себя этой самой психологической реальности у других людей. Но ваши психологические реальности никак не сталкиваются до тех пор, пока вы не позволите. Что значит, вы не позволите до тех пор, пока вы не примете на себя, не примете в себя, не впустите в себя, то есть в свой внутренний мир то, что говорят другие люди? Почему вы не оставляете то, что говорят другие люди им же самим, и что бы они ни говорили? Скорее всего, потому что вас это вызывает. Скорее потому, что вы не уверены в себе. Скорее всего, потому что у вас заниженная самооценка, или наоборот, завышенная самооценка, ну что, как бы, является синонимом со словом «вздевает». Но, тем не менее, суть остается сутью. Личные границы у вас нарушены. Именно поэтому свою кровь действует так, как она действует. Соответственно, и ставить себя нужно так. Все базируется на уважении. Реагируя негативно на действия своей крови, абсолютно естественные для нее, абсолютно нормальные для нее, для ее психологической реальности. Реагируя негативно, вы подкрепляете ее поведение. Тем самым, она будет с вами вести себя снова, снова и снова так же. Почему? Потому что чувствует, что вы не правы. Почему она чувствует, что вы не правы? Потому что вы реагируете негативно. Чувствуя, что вы не правы, она убеждается в своей правоте. Она убеждается в своей правоте, она приходит к выводу, что вы недостойная женщина для ее сына. И в своей психологической реальности она права. В своей психологической реальности. Вы подтверждаете ее правоту тем, что реагируете негативно. То есть, реагируя негативно, вы как бы говорите, да, я понимаю, что ты права, но не согласна с тобой. Ну, это действительно детское поведение. Дальше. Ну, как в этой истории сможем? Есть ситуация, кстати, от кауча, вы, по сути, сами признаете в том, что мы не дали в какой-то степени ответ. Я верю в то, что вам хорошо вместе, я верю в то, что вы вот сами по себе ладите, но мне почему-то кажется, что эта история достаточно неустойчива. Потому что неустойчивы вы, неустойчивы ваш муж. Вы неустойчивы в силу того, что вы, ну, тех проблем, которые я уже назвал, плюс у вас недостаточно развито взрослое эго-состояние. Вот. И, к примеру, даже те желания, которые у вас есть, да, их, ну, нужно взысказку удовлетворять несколько более, скажем так, оптимально. Я не уверен в том, что вам вот, мне кажется, вы такой достаточно, ну, обидчивый человек, что вы, ну, как мы вот пишем, что вы закрытая, что вы вот замыкаете себе, это обидчиво. Соответственно, вашему мужу, ну, ему с вами просто будет тяжело, ему с вами тяжело будет от того, что вы такая вот обидчивая. Ну, вот. И сейчас, может быть, ваши силы, они актуализированы на такое, как бы, противодействие маме, но, по большому счету, в общем-то, вы же понимаете, что, если вы, например, видите у своего мужа отца, то, ну, как бы, с отцом не спят, да. А если вы видите себя как ребенок, то уже муж видит в вас тоже ребенка. А поскольку он является ребенком, то ребенок с ребенком тоже не спят. Соответственно, уменьшение либидо здесь намечается. Ну, и дальше оно вполне возможно будет прогрессировать, если это не откорректировать. Вот. Поэтому ситуация с Путин заключается в том, чтобы отделить его все-таки от вашего отца, да. Вот. И ввести на себе ответственность за то, что вы хотите. То есть не ожидать, не ожидать от других людей, значит, того, что ваши желания удовлетворятся. Ну, с их помощью. Вот. Дискредитовавшая ответственность, и вам, соответственно, нужно в этом направлении двигаться. Вот. Значит, это вот то, что я могу вам сказать. Детско-родительские отношения. Ну, они, знаете как, детско-родительские отношения, они интересны тем, какие установки вы из этого вынесли. Да. То есть вы говорите, что ваш муж, он похож на отца. Ну, опять же, я не думаю, что это очень хорошая история, правда. То есть, вот, как бы, момент в том, да, что в отце вы заинтересованы, как в ком-то, кто что-то для вас делает. Реже, когда вы заинтересованы в том, чтобы вы что-то делали для отца. Это неплохо, это нормально. Это нормально. Вы все равно, да, вы любите, вы любите, вы хотим помочь. Но! Вот у меня, вот вы знаете, подумайте, подумайте. Ну, вы чего больше хотите, чтобы мужчина для вас что-то делала, или чтобы вы делали что-то для мужчин, для мужчин. Только честно. Я уверен, что вы придёте к выводу, что вы хотите больше, чтобы мужчина для вас что-то делала, а не вы. Ну, вот, если вы такой больше принимающая, вы такая больше принимающая сторона. И у этого есть свои, как бы, как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что, ну, да, с одной стороны, вы можете там меньше чего-то делать. И все. С другой стороны, минус в том, что вас всегда будет считать, например, зависимо, и считать, что вами можно управлять. К примеру. Вот. Но это я все так, чисто, предположительно говорю. С вами обо всем этом нужно общаться, обо всем этом нужно говорить и разбираться. Потому что тут, как бы, это достаточно сложная история. Вот. Следующий момент, следующий момент, который я хотел вам сказать, заключается в том, что вы что-то делаете по дому, да? То есть, вот, вы моете, там, что-то убираете, там, готовите обед, да, и прочее, 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 прочее. Я не очень понял, зачем вы это, зачем вы это пересказали. То есть, зачем вы это сказали? Ну, если вам не нравится, можете этого не делать. Если вы сами, опять же, решаете это делать, то о чем тогда речь? То есть, видите, вы сами, как бы, стыдите своего положения. Вы сами, видимо, как-то, вот, корите себя за то, чтобы, ну, ничего не делать. То есть, считаете, считаете, да, считаете, что должны делать больше. Вот. И конфликт в этом. То есть, у вас есть вот такие представления. У вас есть ожидания, у вас есть представления, которые именно вам несут вред, то есть, которые не адаптированы к реальному миру. Вот. То есть, ну, пример, да, вот, пример. Пример. Человек любит сладкое, да? Человек любит сладкое, очень сильно. И без сладкого вообще не может быть, к примеру. А, допустим, допустим, что уговаривать или как-то объяснять человеку, что, ну, типа, тебе, там, нужно меньше есть сладкое, да, бесполезно. Потому что, ну, зачем это делать? Чтобы человек хочет сладкое быстро есть. Ну, как сделать так, чтобы человек не просто его сладкое, чтобы человек, там, обеспечил себя, да, чтобы, там, делал это, там, не вовреет себе и прочее, прочее, прочее. Вот эти моменты. То есть, основные желания, основные желания мы оставляем. Но, как бы, делаем все для того, чтобы их удовлетворяли, не в себе во вред. А пока вы это делаете, что в себе во вред. И в этом основная проблема заключается. Понимаете, какая штука, какая штука. Вот. Поэтому, тут, опять же, вот, ваш внутренний конфликт. То есть, я, с одной стороны, что-то делал, с одной стороны, да, я чем-то понимаю, да, вот, потом, с другой стороны, типа, блин, а почему это не ценят? Так, а вопрос, а, ну, с какой стати-то, вообще, должны ценить то, что вы делаете, если вы, ну, если вы это делаете? Это само собой разумеющество, особенно для, опять же, опять же, для людей с разной психологической реальностью. К примеру, если бы вы это делали, допустим, для меня, я бы вас благодарил. Но кто-то считает, что это само собой разумеющество. Это, отнюдь, не влияет на то, почему вы делаете то или иное. Но если влияет, это говорит о том, что вы не верны, что вы не очень определились с тем, что же и что же, и для чего же я делаю. Вот. Физическое ограничение, физические границы, которые вы пытаетесь поставить, как то, ваш собственный дом, где вы будете хозяйкой, это хорошая история, но психологические границы это не заменит. Вы сейчас не являетесь хозяйкой самой себе. И вы не чувствуете себя хозяйкой. И самой себе. И никакая квартира это не исправит. А чтобы управлять вашей мамой, это с вашей свекровой, не нужно видеть вас. Не нужно, чтобы вы жили с ними под одной крышей. Вот. А как, значит, как сделать так, чтобы вы с вами считались? Во-первых, взять на себя ответственность за конфликты, которые у вас возникают. Не важно, это был единственный конфликт, это был единственный конфликт, сильный, это был конфликт, не сильный, это был конфликт. Нужно взять ответственность за конфликт, за ссоры, которые у вас происходят. С чем угодно. С мужем, со свекровью, со всеми. Вы в этой ссоре несете ровно половину ответственности. Вы в этой ссоре вкладываете ровно половину своей энергии. Не было бы вашей энергии, не было бы ссоры. Почему не было бы ссоры? Очень просто. Потому что, ну, человек один кричит, как бы он, что, ну, кричит один человек. Ну, у него истерика. Если один человек кричит, другой молчит, просто спокойно. Ну, это истерика. Как такого человека можно воспринимать всерьез? Ну, вот. Это первое. Второе. Спорт бесполезно. Правда всегда где-то посредине. И, как бы, вам нужно понять, что доказывать, что, да, что это объяснять, это бесполезно. Вы можете выразить свое мнение, можете сказать, как есть. Человек или человек либо прислушивается к нему, либо нет. Что. Вот. Такой момент. Вы можете сказать, что я чего-то хочу, я чего-то не хочу. И человек на это реагирует негативно. Это правда. Это так и есть. Вот. Ну, в общем-то, это освоение навыков бесконфликтного общения. Что, опять же, вам поможет, поможет психолог. Вот. А, дальше. Уверенность был. То есть, понимаете, взрослого человека его не задевает как-то вещь. Вот. Видите, здесь очень хороший пример. Очень хороший пример. Пример того, как, с одной стороны, вас кто-то задевает, с другой стороны, как вы не отвечаете за то, что говорите. У вас тошнит, свекровь спрашивает, типа, ты беременна. И вы отвечаете, что ляг ветра. То есть, вы, зная, что как свекровь определенный человек, с определенным характером, определенными особенностями, вы рассказываете ей об интимной жизни с мужем. И после, вы же злитесь за то, что она использует свои знания в споре с вами, как аргумент. Вы злитесь на это. То есть, по ваше мнение, она не должна этого делать. И вот как? Как эти противоречия могут помочь вам доставить себя как взрослого человека? Вы либо принимаете человека и не говорите ей что-то, либо, если вы ей что-то говорите, вы понимаете, что человек в любом более-менее эмоциональном, повышенном эмоциональном состоянии будет это использовать. Вот и все. Такой человек. Неплохо, никуда еще. Она такая, она уже не изменится. Вот. То есть, понимаете, вот это взрослый. Если вам что-то говорят, вы абсолютно спокойно к этому относитесь, потому что, если это стало известно, и если это правда, то вы сами-сами осознанно к этому пришли. Так, простите, получается, что вы с мужем 3 месяца не спали, и вы стыдитесь этого. Вот. Такое ощущение. Вы стыдитесь, стыдитесь этого. Так, ну так, у вас либо были аргументы, чтобы не спать с мужем, и не было возможности. Это правда. Либо вы не хотели с ним спать. И это тоже правда. Но что-то нужно признать. Признать для себя. Знаете? И здесь мы подходим к тому, чтобы вы знали о себе все лучше, чем кто-либо другой. То есть, как бы, в идеальном, в идеальном состоянии, ну, до такого состояния нужно дойти. Чтобы вы знали о себе все. Главное, могли сказать, ничего лишнего. Ничего не лишнего, а нового. Ну, лишнего, лишнего нет. Ничего. Вот. То есть, грубо говоря, перестать бороться. То есть, не бороться, не пытаться пройти, а просто заявить о себе. А просто заявить о себе. Да? Вот, к примеру, вы можете сказать. Андрей, ты плохой специалист, что ты мне все это сказал. Там, другой специалист, он там, ну, лучше, он хорош. А я не буду с вами спорить. Я скажу просто. Так, а, и что? Я сказал, что хотел, и все. Вот, я-то знаю, как есть, как обстоят дела. Да? И все. Не говорю, что другой специалист не знает. Я знаю, как обстоят дела. Я могу это аргументировать, я могу это доказать. То есть, ну, опять же, что значит доказать. То есть, я могу, вот, логически это объяснить. Почему это так, почему это так. Все. Как бы. Вы прислушивались к кому-то другому, это ваше право. Вы прислушивались к кому-то другому, это ваше право. Я с вами не спорю, я не говорю, что ты не права. Я не пытаюсь что-то доказать. Если вы меня спросите, я один раз, опять же, один раз скажу, что вот так, 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 так. Все. Либо вы это услышите, либо нет. То есть, вы пытаетесь бороться. Вы думаете, что нужно бороться. Может, вот, есть мама вашего мужа, которая такая, знаете, тиран. И против тирана начинает вести партизанскую войну. Войну нет, это игра. Это игра. Это психологическая игра. Вот. И, как бы, ничего хорошего из этого не получится. Вы не искренне, вы доглядываете, вы не искренне. Это там, где вы пытаетесь думать, вы пытаетесь, как бы, интеллектом действовать. Ну, там, скорее всего, нужно чувствовать. Вот. Действовать. Вот. А, вот. Дальше. Значит. Как вы для себя сугрозно напоминаете, что взрослый человек, и при каких границ не носите? Ну, для начала, вы для начала хоть какие-то границы установите. А, Анна, вы для начала хоть какие-то границы установите психологические. Потому что сейчас у вас нет границ. Вы, если думаете, что когда вы реагируете негативно на какие-то слова других людей, это границы. Нет, ни разу. Ни разу. Как стать женой для мужчин, исходя из того, какая у него нация? Стать взрослый. Стать взрослый. Тогда мужчина либо уйдет от вас, если ему не понравится какая вы, либо он начнёт к вам прислушиваться и идти за вами. что тоже как бы спросить у себя, хорошее ли это будущее для вас или нет, быть таким всего рода родителем, вот, либо он станет таким же, как вы, как вы. Но для этого опять же нужна совместная семейная психотерапия вашей семьи, вот. Естественно, не очень понятен ваш вопрос, как стать женой для мужа, исходя из того, кто его мать, то вы уже женат для мужа, для мужа, он уже вас выбрал, вы уже его выбрали, честно говоря, вопрос вот здесь как постфактум, то знаете как, это вот когда, это история про то, как, вот вы родители, да, вот вы спросите, как стать родителем для своего ребенка, ну вы уже родители, то есть как бы, смысл, вы уже стали родителем, вы уже стали еще женой. Тут опять же вопрос в том, какой женой вы хотите стать, понимаете? То есть если, к примеру, вы любите своего мужа, и вы хотите делать что-то, чтобы он был счастлив, вам нужна память, что делать ему счастливым и давать ему это. Если вы хотите больше делать для себя, и это первое, начните с этого, но это ваше ответство, только ваше. Дальше, как-то мы подрослить и дать понять, что готовы жить отдельной семьей. Я сказал как, я сказал как, но вот если мужчина, мужчина не хочет жить отдельной семьей, то здесь опять же вы просто спокойно ему говорите, опять же перед этим, да, нужно, чтобы было определенное поведение, чтобы человек увидел вас, какая вы, может быть, или какой вы являетесь, без разницы. Ну вот, и соответственно, соответственно, вы говорите, что, дорогой, я не хочу жить отдельной, все. То есть тут не надо мудрствовать лукаво, просто говорить, я хочу жить отдельной. Вот по факту. Сейчас вы не готовы. Прямо сейчас это будет воспринимать, как было, как была. Потому что муж и все знают, что, а скажи они вам в этом, вы обидитесь, вас это за день, вы уйдете у себя, всякое такое. Ну, это не дать понять, что вы готовы жить отдельной. Это дать понять, что вы бунтуете, как ребенку. Вот. А в оборотовом это выглядит немножко по-другому. Я хочу жить отдельной. Я даю тебе полгода для того, чтобы ты это организовал, например. Если вы считаете, что родов должен организовывать муж. По истечению полгода, если этого не происходит, я от тебя ухожу. Все. То есть это позиция взрослого человека. Не угроза. Не имеется. Абсолютно спокойная, позитивная, с улыбкой позиция. Ну, если не говорите, что уходите, бросайте полгода, полгода. Дальше я буду делать выборы. Вдрослый – это вывод. Вдрослый – это расчет. Вдрослый – это анализ. Вы умеете анализировать. Вы умеете рассчитывать. Вы умеете использовать дедукцию, индукцию. Вот. Поэтому я не учиться. Учиться. Если опять же хотите стать другим. Вдрослость – это осознавание. Осознавание того, что я хочу. И грамотную реализацию. Что значит грамотная? Грамотная реализация. Так, чтобы не было вредно. Вредно ни вам, ни близким, ни третьим лицам. Это тоже нужно учиться. Там еще избалованность. Избалованность. Она представляет из себя что? Избалованность. Избалованность представляет из себя ситуацию, когда ребенку дают что-то против его воли. То есть, его кормят, хочет он, не хочет, без разницы. Его кормят. Это избалованность. То есть, желание ребенка удовлетворяется сверх. Чересчур. Чересчур. Это избалованность. И, как бы, ребенок привыкает, что его желание просто слепо удовлетворяется. Без разницы, могут это делать, окружающие не могут. Напользоваться ребенку – не напользоваться. Вот так же и вы. Все. Поэтому, сначала, нужно в корне пересмотреть ваши критерии восприятия как объективной реальности, так и своей психологической реальности. И пересмотреть именно критерии. Именно критерии этого. Перейти на другие критерии. Вот. Такая история. На этом все. Анна. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Вот. Я забыл ответить на вопрос. Еще один, как сделать так, чтобы мы сам захотел делиться. Это вот манипуляция и переносить ответственности. Потому что, видите, это звучит так, что я не хочу заявлять о себе сама. А я хочу, чтобы муж сейчас сделал все за меня. Но так не работает. Так не работает. Нужно четко иметь свою позицию. Нужно четко выражать. Нужно через четкость выражения и отстаивание позиции приучаствовать людей с ней считаться. Только так. А как приучаствовать людей с ней считаться? Через последствия. Через последствия отсутствия каких-либо действий по отношению к вам. Поэтому должны научиться наши люди, так же, каковы они манипулируют. Вот. На этом все. Удачи вам. Всего доброго. Я надеюсь, что вы найдете возможность и займетесь психотерапией. Возможно, даже со своим мужем. До встречи. Доброго. До встречи. До встречи. До встречи. Хорошо.